МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Дёртимок, рэпер с вами. Теперь новость. Которая охватила умы каждого начинающего рэпера и профессионала тоже в рэпинге. Это официальный четвертый банк. Первого мая состоялось официальное открытие в Лужниках, куда пришли уйма людей, огромнейшее количество, чтобы послушать своих кумиров. Прибыли и лок-док со своей банды, и поп-музыканты, всякие известные личности отечественной эстрады. И уже сейчас ты можешь отправить свой трек, призовав фонд, целый миллион рублей. Определенно есть ограничения и требования. Так что ты должен зайти и почитать. Присылай свои треки, стремись к победе. Участников будет очень много. Будут отбираться самые лучшие. Судьи тоже самые лучшие. Будет в судьях даже стим, а также другие люди, которые разбираются в русском рэпе. Они будут судить. Там будет отбор по технике, по флёу, также по стилю, по передаче атмосферы и по раскрытию темы. Раскрой тему. 1 мая официальное открытие, и уже вовсю идут треки. Скоро их будет уже миллион треков. А победите по лучшим миллион рублей. Увидимся, пока. Здравствуйте. Я вернулся снова. Баттл 4 официальный. И люди изготовили биты сами. Профессиональный битмейкинг. И теперь я вашему вниманию представляю разбор этих треков. Точнее битов. Начиная с битой номер один. Он же флоу. Бит сейчас будет включен. Слушаем. Бит пошёл. Нормальное начинание. Вот сейчас идёт нормальное. Вот сейчас пойдёт уже сам бит. И так, вот этот звук не очень. Будто кого-то везут в дурдом. Мигалка какая-то крупная. Это скорой помощи. Это даёт попсой. Так, отирнанч шоу бит. Прост, незамысловат. Нету фишек стиля. Ленивая работа. Его изготовил и фрит какой-то. Он изготовил и поленился ставить нормальные сэмплы, басты. Мигалка сводит в могилу. Буши болят от неё. Такие звуки у скорой помощи. Когда кого-то везут в дурдом. Не надо такие звуки. Надо нормально подходить к битмейтингу. За это не зачёт. Не приток. И я ему ставлю 2 балла из 10. А вот переходы некоторые нормальные. Такие не качают. По ней можно подкачаться. Но двигалка это просто отстой. Это позор. Это позор в фитмейтинге. Очень нормальный кубашон. Эй, эй, эй. Тоже нафиг ты вставил, эфрит. Убери эй, эй. Вставь йоу, йоу, йоу. Вот это же рэперский клич. А не эй, эй. Эй это для гейлеров. Йоу. Ну вот вообще такой бит. Он подходит к концу. Эй, эй, эй. Факт, факт, йоу. Короче, всё. Опять не галкает, грёбаная. Вот такой бит. 2 из 10 балла. Увидимся. Так, здравствуйте. Бит номер 2. Сейчас мы проанализируем умение битмейкера Offbeat. Как он подошёл к теме создания бита. Как он выдумал свой сэмпл. Как он закачал. Сейчас я нажимаю, пошёл бит. Так, бит уже круче первого Offbeat. Кстати, Offbeat круче фрита. Сейчас уже идёт покруче саунд. Но всё равно это не вышка. В духе old school хороший бас. Звучит норм. Вот он пошёл, пошёл уже. Продолжаем прослушивание минуса, который создал Offbeat. Это второй бит. Уже покруче первое. Уже покруче первое. Вот он пошёл. Звучит норм. Он в духе old school пытался сделать бит. И он нормальный биток такой. Хотя прост. Видите, одна и та же мелодия. Темп такой один. Надо больше сэмпов накрутить. Он очень минималистичный. Вот это неплохая мелодия такая. Трули-лю-ля и тру-ля-ля. Вот нормальный ещё. Нормальный бит. Лучше первое. Я ему ставлю 6 из 10 баллов. Так что на этот бит вы можете использовать по-любому. Я его одобрил. Я его одобрил. Бит нормальный. Делся, наверное, на Cubase. Но не на AJ. Не на AJ. Итак. На данный момент третий бит поехал. Видите, какой бит суровый, жестокий. А почему? Потому что его изготовил Олег Изотов. И он костит от металлистов в этом бите. Нормальный бит. Вы можете чувствовать рок-саунд. Такая гитара звучит. В духе хард-роха. Бит поэтому он суровый. Как я уже неоднократно говорил, очень суровый бит. Переходы нормальные. Но читать рэперу тяжело под такой минус. Потому что рэпер, он все-таки делает по-рэперски все. А это чисто для металлиста бит. Для тех, кто слушает металл. А не хип-хоп. Поэтому и Олег Изотов, он металлист. Гитара пошла тут. Вот гитара опять. Руль и музыка какая. Бит нормальный. Я его добрею. И ставлю ему 6 баллов из 10. Хороший бит. Четвертый бит. К вашему вниманию. Изготовитель бита Offbeat. Опять-таки. Также он изготовил четвертый Offbeat. Четвертый бит. И теперь мы слушаем мелодии. Мотивы таджикистанские, сразу говорю. Не очень для рэпера. Потому что они больше для гастарбайтера походят. Мелодии такие религиозные напевы из Корана. Не очень. Потому что не хватает хасла, движения, драйва в биту. Очень спокойный саунд. Опять, видите, пошел мотив. Таджикистана не очень. Тем не менее, звучит получше. Предыдущего. Ну, предыдущий это был чисто рок. Это метал. А здесь уже чисто религиозная тема. Я ставлю этому биту три балла из десяти. Так, пятый бит. Сейчас мы разберем. Его создал эфири. Снова. Начало очень примитивное. Поехали. Психованное начало. Саунд не очень. Продакшн. Тоже не очень. Средний звучит. Это интродакшн. Сейчас уже начнется все. Сейчас мы его и разберем. Ну, вот такой бит. Очень примитивный бит. Очень. Ничего нету. Фишек никаких стилей переходов. Минималистичный бит. Переход пошел, кстати. Все-таки пошел. Примитивный. Примитивный. Два балла из десяти. Два балла из десяти. Вот так суровый. Шестое бит, который сейчас я анализирую. Как араган в церкви. Бум-бум-бум. Вот это. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Началось. Интересный саунд перешел в араган. Звук арагана. Это полу-джифанковый саунд. Такой, ну, не трушный фанк. Непонятный вообще, что хотел сказать. Создатель этого бита. Который монстр бит. Он создал этот бит. Экспериментальный интернативный бит. В духе Максима Крулэйдита Доша. Вы можете чувствовать минусовку через плюсовку. Непонятно, как под него вообще можно считать. Чисто эксперимент такой. Дум-бум-бум-бум-бум. Дум-бум-бум-бум-бум. Вот такой саунд. Не очень. Но эксперимент получился интересный. У Момстер бита. Я ставлю ему 5 баллов из 10. И так, седьмой бит. Сейчас начнется. Это уже лирический бит. Мне кажется, он лучше предыдущих. Он в духе Искоска. Середина 90-х. Саунд олдовый. Чем напоминает минуса Моб Дипа, допустим. НАСА. Чисто минуса середины 90-х. Поэтому это большой плюс. Под него легко ложатся рифмы. Можно зачитать. Я советую всем использовать этот минус. Потому что этот минус очень хороший. Он лучше предыдущих всех минусов. Его создал Монстер бит. Лирический минус. Лучше предыдущих. Используйте и побеждайте в баттле. Миллион будет в ваших карманах. Вам не придется больше работать. Настройки.